Девушки отдыхают Один, два, три. Огонь ведет последний отсчет. Гибельные пожары в Калинковичском, Молодечнинском и Стародорожском районах. На острие ножа суду в Витебске предстоит определить допустимый предел самообороны. В особо крупном размере, по подозрению во взяточничестве, задержан генеральный директор столичного предприятия. Не звони мне, не звони. Что такое вишенг и как уберечь от него деньги на банковском счете? Начало этой недели буквально врезалось всем нам в память. Жуткая от необъяснимости трагедия в Столбцах. Десятиклассник Вадим Милошевский напал на учителя и других школьников. Двое убитых и двое раненых. В Столбцах в среду простились с одиннадцатиклассником Сашей Романовым и учителем истории Мариной Михайловной Пархимович. По-прежнему вопросов больше, чем ответов. Вадим Милошевский отказывается давать показания. Следственный комитет сообщил, что в рюкзаке, с которым второковое утро подросток пришел в школу, нашли молоток и петарды. Он не был под воздействием алкоголя или наркотиков. И все же во всей этой трагической истории есть то, что не дает умереть от горя. Те самые два парня. Мальчишки, которые не испугались и встали на защиту учителя и одноклассников. И сохранили надежду. Показали всем превосходство, добра над злом. Оба были ранены в этой схватке. Сейчас идут на поправку. Одного из них уже узнала вся страна. Я хотел спасти ее учительницу. И мы ей классы. Почти защитила. Кроме учительницы. Произошедшее в Столцовской школе номер два шокировало всю страну. Мать Влада по праву может гордиться своим сыном. Только радость это со слезами на глазах. Да, я им горжусь. Я понимаю, что это ему может стоить жизни, но тем не менее. Предел самообороны. Суд Октябрьского района Витебска приступил к изучению обстоятельств острого конфликта. Даже внешне этот процесс не назовешь обычным. Илье 16 лет. Он из Орши. Старательно учится в 10 классе. Никогда не подумаешь, что парень мог лишить человека жизни. В октябре прошлого года Илья с другом приехал по личным делам в Витебск. На улице у него возник конфликт с 35-летним местным жителем. Следователем подросток сообщил, что взрослый мужчина первым нарушил личное пространство ребят. А после словесной перепалки и вовсе решил продемонстрировать физическое превосходство. Повалил Илью, уселся на него и бил. Подросток сумел встать и взял из рюкзака нож. С его помощью хотел укротить агрессивного взрослого и не допустить повторного избиения. Того от обострения конфликта пытались отговорить спутницы. Кстати, вся местная компания была нетрезва. К тому моменту ребята из Орши уже вызвали милицию. Прибывший наряд обнаружил 35-летнего мужчину с ножевым ранением. Чуть позже он умер в больнице. Илья подтвердил следователям, что действительно нанес удар ножом. После этого подростки поехали на железнодорожный вокзал, где были задержаны милицией. Изучение свидетельских показаний и записей камер видеонаблюдения дали следователям основания переквалифицировать обвинения с убийства на превышение пределов необходимой обороны. Арест парню заменили передачей под присмотром. История двух лучших подруг с печальным финалом. Одной из женщин было 79 лет, другой 72. Односельчанки из деревни Рухово Стародорожского района. Подруги часто проводили время вместе. Летом закатки, зимой рукоделие. В роковой вечер женщины тоже были под одной крышей. Сейчас от нее остались только обугленные головешки. Ночью дом вспыхнул. Кровля обрушилась еще до приезда пожарных. Обе женщины погибли. Причина пожара выясняется. Среди версий неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. Пожар в Молодечнинском районе. Деревня Удранка. Жилой деревянный дом загорелся средь бела дня. Внутри строения находились люди. Тревожный звонок в пожарное депо поступил в 13 часов 10 минут. Спасателей вызвали соседи. Только слишком поздно. Дом выгорел еще до приезда пожарных расчетов. Они нашли сильно обгоревшие тела трех человек. Следователи уже установили личности погибших. 84-летняя хозяйка дома, ее 53-летний сын, 67-летний супруга. Причину гибели трех человек будут останавливать сотрудники следственного комитета. С учетом проведенных первоначальных мероприятий, сведений о криминальном характере произошедшего не установлено. Рассматриваются все версии произошедшего. С учетом полученных первоначальных данных, предварительная причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем при курении. Уснул и уже не проснулся. Еще одна огненная трагедия. На этот раз в Калинковическом районе. Деревня Капличи, улица Советская. Спасатели выехали на вызов в 3 часа 54 минуты. Спасать дом к этому времени было уже поздно. Строение пылало, кровля обрушилась. Звено газодомозащитной службы обнаружило внутри сильно обгоревший труп. Предположительно, хозяина строения. 64-летний мужчина проживал в доме один. Причиной трагедии может быть неправильная эксплуатация печи или электрообогревателя. В нашем доме поселился. Подвалы многоэтажек в зимнее время привлекают людей без определенного места жительства. У обитателей квартир такое соседство вызывает обоснованную тревогу. Очередной пример. Пожар в Минске. Жильцы девятиэтажного дома в переулке Кабушкино сообщили о сильном задымлении в подвальном помещении. Удушливая пелена уже стала подыматься в квартиры. Звонок в МЧС поступил в 21.00. Сломал замок, забрался в подвал. Из старых одеял и другой ветоши соорудил себе лежбище. Выпил, закурил, уснул. Там же был бомж, и он подпалил там. У меня вся квартира в дыму, и я не могу ее еще вывести. И вот зимой до пол первого ночи мы, пожалуйста, открывали все окна, открывали все двери. Вот и все. Это не первое возгорание в подвале данной многоэтажки. Ранее пожар тут устроила бездомная женщина. По тому же сценарию и с похожим реквизитом. В этот раз пожарный вытащили из подвала 54-летнего мужчину. Его обнаружили беспробудно спящим на груди тлеющей ветоши. Ранее он улетелся в подвале соседнего дома. Выселили. Нашел новое пристанище, правда, ненадолго. Успел только отметить новоселье. Открыл свое дело Минск. Кабинет генерального директора высокотехнологичного предприятия. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проверяют оперативную информацию. И она не в пользу руководителя. По информации оперативников, генеральный директор открытого акционерного общества приборостроительный завод «Оптрон» получил взятку. Более 20 тысяч долларов за продажу недвижимости предприятия на условиях коммерческой организации. Крупную сумму в большом кабинете нашли быстро. Подсчитали 23 тысячи 100 долларов. Сообщается, что гендиректор требовал в 5 раз больше. И только в американской валюте. Эти деньги были авансом. Впрочем, даже их хватило на возбуждение уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере. Проблемы перехода. Видеозапись, которую мы получили из Гомеля, напоминает известный американский кинобоевик «Скорость». Там, по сюжету, террорист под угрозой взрыва не позволял остановить автобус с пассажирами. В Гомеле обошлось безодержимого злодея. Проблемы создавал сам водитель автобуса. Все ходы записаны. Для водителей загорается красный сигнал светофора. Люди ступают на пешеходный переход. И в этот момент перед их носом проносится автобус. Испуганные пешеходы продолжают путь уже бегом, стараясь быстрее покинуть опасное место. Тревожная кнопка на ОНТ. Мы продолжаем рассказывать о ситуациях, когда требуется вмешательство, экстренный служб, помощь людей или правосудие. Тревожный звонок. В Беларуси зафиксированы первые случаи вишенга. Это современный способ мошенничества. На уровне социальной инженерии. Преступники при помощи уловок узнают у человека его банковские реквизиты. А дальше дело техники. В нашем распоряжении есть запись реального звонка мошенника в гражданке Беларуси. С него и начнем. Зафиксирован вход в ваш личный кабинет. Второй номер адреса город Средногорск. Вы сейчас в Минске или Средногорске? Я сейчас в Минске. А что случилось? Женщина сделала первый шаг навстречу мошенникам. Начала сообщать информацию о себе. Преступники ее собирают. И при следующих звонках используют как взломщик отмойщики. Стараются вызвать доверие и вынудить передать им ключи от банковских сбережений. Это делать ни в коем случае нельзя. Это мошенничество. Человек получает доступ к вашим реквизитам, к вашему кабинету. И деньги со счета пропадают. Единичные случаи вишенка с пропажей денег уже зафиксированы в Беларуси. Национальные банки и милиция рекомендуют всем владельцам сбережений не делиться конфиденциальной информацией по первому звонку. Впрочем, как и по следующим. Ни одна сделка за всю историю и венца не имела такого резонанса, как эта. Произошла она еще в конце осени и эхо ее продолжает звучать. Уж больно случай неординарный. Да и скроен он по всем канонам драматургии. С ружьем в начале, правда, не на стене, а как положено в железном ящике. Под замком. И совершенно непонятно, каким образом оно выстрелит под занавес. Итак, Воложинский район, городской поселок и венец. Знакомьтесь, Альфонс Станиславович Желток, 81 год, пенсионер, ветеран труда. 40 лет отработал авиадиспетчером. 20 преподавал вождение в автошколе молодечном. В 80 лет написал и издал книгу о самом трудном этапе своей жизни, детстве в оккупации. О фашистском гетто, откуда чудом вышел живым. На девятом десятке Альфонс Станиславович попал в переплет. Пошел на рынок купить туфли на смерть. Разговаривался с продавцом, вроде из России. В разговоре пенсионер упомянул, что был охотником. А приезжий возьми, да и спроси. Может, знаешь, где ружье купить? Я говорю, да ты у меня не купи. Вот, купи у меня, я тебе продал. Ну, ты кажешь, я сейчас буду тут на базаре, сходи до хаты принять, и я куплю. Так старое ружье, которое пенсионер долго не мог продать, оказалось в багажнике автомобиля с российскими номерами. И уехало в неизвестном направлении. Осталась только карточка его, да еще туфли и 170 рублей. За вырученные деньги Альфонс Станиславович сделал еще одну покупку с доставкой. Купи вот, как было у меня еще готово. Одежа есть, ботинки есть, гроб есть. Альфонс Станиславович – человек обстоятельный и предусмотрительный. Сам сообщил участковому о продаже ружья. Тот передал по инстанции. Завертелось. Пенсионер, того не подозревая, нарушил закон. Владение оружием в Беларуси строго регламентировано. Так, на девятом десятке человек оказался фигурантом расследования. Периодически вызывает в райцентр для дачи показаний. Тот самый случай, когда и закон Суров, и деточки не виноват. Просто взять и закрыть дело нельзя. Так нам сказали юристы. Скорее всего, оно дойдет до суда. Ему решать, представлять ли Альфонс Станиславович общественную опасность. Остается верить, что рассудят и по закону, и по справедливости. И не станут торопить воспользоваться за счастными покупками. Дом у пенсионера крепкий, на чердаке сухо, и гроб там может храниться очень долго. Альфонсу Станиславовичу надо закончить вторую книгу воспоминаний о войне. Ворота памяти. Внукам обещал. Самоходный тайник. Крупная партия наркотиков изъята в пограничном пункте пропуска Каменный Лог. 48-летний гражданин России пытался ввести ее на территорию ЕАЭС из Литвы по зеленому коридору. Тайник был оборудован в новом дорогостоящем автомобиле. Для этого машину 2018 года выпуска серьезно прокачали. Сотрудниками таможни данный автомобиль был направлен для сканирования. Однако гражданином, который находился за рулем, была предпринята попытка покинуть пункт пропуска. Но сотрудниками Сморгонской пограничной группы он был задержан. Ларчик открывается непросто. Тайник был оборудован подсидениями. Не увидеть, не нащупать. Очевидным все стало только после снятия обшивки. Под ней таможенники насчитали 67 пакетов. Общий вес секретной начинки автомобиля 63 килограмма. Предположительно, во всех свертках гашиш. Водитель автомобиля задержан. Досмотровые комплексы есть и у литовских таможенников. И видят они насквозь. Под пристальным рентгеновским взглядом недавно оконфузился гражданин Беларуси. Теперь подсчитывает убытки и ждет новые. Вот так может выглядеть автомобиль BMW из-за неправильной эксплуатации. Литовские таможенники извлекли из тайников почти 4000 пачек сигарет. Табачными изделиями были набиты полости в днище, под бампером и даже в колесах. Контрабанду оценили в 12 тысяч евро. Вильнюсская прокуратура ведет досудебное расследование. Ария московского гостя. В одном из лесопарков Минска были задержаны двое молодых людей. Парень и девушка. Оба граждане Российской Федерации. Из Москвы в столицу Беларуси приехали утром на попутки. Арендовали квартиру в центре и отправились в парк. Как они позже скажут милиционерам подышать. Молодые люди видимо решили, что белорусские борцы с преступностью исключительно наивны. Сильно просчитались. Здесь в себе ничего нет запрещенного. Лопата. Лопата. С какой целью лопата находится у вас? Лопата находится в кем? Снеговик в лесу? Примерно. Вопрос от него. Версия со снеговиком очень быстро растаяла. Оперативники оставили без внимания и другие бородатые анекдоты. Пришлось сознаваться. В сумке у девушки были килограммы наркотиков. Винни-Пух и его друзья на упаковках с гашишем глумливо намекали. Сказка закончилась. Впереди день забот, а может и годы. Гашиш – неправильный мед. Парень и девушка. Парень в возрасте 20 лет. Девушка 22 года. У которых при себе находилось порядка 3 килограмм веществ. Данные наркотические вещества, они намеревались заложить закладки на территории города Минска в лесопарковой зоне. Еще 3 килограмма гашиша были обнаружены в арендованной молодыми людьми квартире. Гости из Москвы действовали по простому плану – разделить всю партию на части. Спрятать в укромных местах, координаты сообщить покупателям. То есть вы как курьер? Да. В лесу еще что-нибудь оставляли? Да. Конкретно вы оставляли? Да. Этой лопатой закапывали? Да. Это снеговик называется? Сколько вода? Не смешно. Указанные граждане пояснили о том, что работают на один из интернет-магазинов Российской Федерации. Данный интернет-магазин пытался расширить перечень тех городов, где данные вещества распространяются. И отправил так называемых курьеров в командировку. Оценочная стоимость изъятого вещества составляет порядка 200 тысяч белорусских рублей. На этом прервемся. Напомню, что все выпуски программы сразу после показа на ОНТ доступны для просмотра на нашем официальном YouTube-канале и в популярных социальных сетях. Эфир следующей тревожной кнопки утром во вторник, 19 февраля. Смотрите нас в 7.10 и в 8.10. Дождик. Продолжение следует...